Ну что ж, всем привет, друзья! С вами Дмитрий Ильич, канал Дмитрий Иван. Продолжаем серию видео по бункеру. И у нас сегодня видео, я не знаю, может многие скажут, что оно не очень интересное, но тем не менее я хочу немножко поговорить и немножко кое-что сделать. Дело в том, что я очень много пронаблюдал за людьми, которые работают уже в бункере и пообщался, и мне сказали, что доходность бункера не больше, чем доходность мотоклуба. Или того же офиса, и я решил, что я не буду этим заниматься в плане заработка. Лучше ходить на ограбление, это всегда выгоднее. Это вот, как я убеждаюсь, это намного выгоднее, чем что-то тут торговать, сырье закупать, что-то делать, вкладывать, риски какие-то испытывать при этом. Поэтому, ребята, я решил, что я буду только разработкой заниматься и открывать новые фишки. Хочу баллистический костюм, хочу ракетница, хочу всю эту фигню сделать. Да, у меня пока не сильно богатый выбор в плане денег, чтобы что-то, как вы видите, 153 тысячи всего, но тем не менее. Так, я хочу посмотреть, что можно сделать вообще. Пополнить запас, украсть сырье. Все, давайте украдем сырье. Вот мой беттер стоит, немножко заделанный. И, надеюсь, он мне поможет это провернуть. Надеюсь, тут не будет такой фигни, как в офисе, то, что со складом, то, что надо будет там ввозить туда-сюда коробочек. Я надеюсь, что здесь все будет взял и довез, взял и довез. Я представляю, что у меня будут проблемы обязательно какие-то в этом плане. Наверняка я повстречаю врагов, повстречаю каких-то конкурентов. Но, тем не менее, я думаю, мы обязательно к этому вернемся. Я хочу сказать то, что я немножечко ступил вообще. Когда это обновление вышло, я сразу все начал покупать. В итоге из 23 лямов у меня осталось 3 буквально. Потом я понял, что я наделал немало ошибок. И, в итоге, мне пришлось кое-что переделывать. И вышло так, что у меня сейчас нет денег даже, чтобы модифицировать весь свой транспорт. Поэтому я в комментариях к тем прошлым видосам постарался всех сразу в этом плане предупредить. Там мне задавали вопросы, я на них отвечал, много чего говорил в этом плане. И, конечно же, хотел надеяться, что все вот это поможет людям не совершать моих ошибок. Но, тем не менее, некоторые из них, как говорится, имели место быть. Но я сейчас уже вроде как все исправил. Я немножечко въехал во всю эту фигню. Я не знаю, что вы скажете, зачем ты покупал бункер, если не собираешься работать. Ну, наверное, затем же, затем и покупал офис. Мне было интересно, мне сейчас интересно. Плюс, меня больше интересует апгрейд тачи, которые я купил. Возможно, я даже что-то продам. Вот это вот с гусеницами, она мне не очень нравится. То есть, и остальные я заделаю. Я уже сделал мотоцикл себе, сделал какие-то там, эти, вот на броневик поставил кое-что. Ну, опять же, не все. Так, скорость увеличил, еще что-то сделал там. Ну, то есть, то, что надо именно. Ну, в принципе, мои планы таковы. Я досниму задание транспорта. Я смотрю, оно не очень-то людям нравится. То есть, я сразу вижу по реакции, по просмотрам, то, что вот эти задания транспорта особого, которые я вот решил все снять, ну, я их досниму. То есть, на них как-то люди не очень хотят смотреть. Это, ну, видать, не то, что люди ждут на этом канале и вообще, в принципе, по видео. Ну, я надеюсь, что мы все с вами сделаем, посмотрим и снимем. То есть, у меня такой некий челлендж. Сними, сними все по обнове. Да, так что вот эта часть работы, можно сказать, о краде сырье. Хотя многие советуют уже не красть сырье, а именно покупать его. Типа, это намного лучше будет. Ну, посмотрим. То есть, это будет видно. Так, мы почти доехали. Тут нам надо будет сейчас какой-то конвой остановить. И мне надо быть осторожным, не забывать то, что я могу сейчас, грубо говоря, раздолбать весь груз, и мне нечего будет везти. Ну, попробуем, как говорится, ну, все сделать. Сейчас я как-нибудь сокращу себе путь немножечко. Сейчас что-то мне надо будет, наверное, тут пострелять. Красть мне, судя по всему, надо будет как-то, наверное, своим ходом. Я могу здесь забраться как-то. Главное, не убить ту тачку, которая мне нужна. Главное, ее не убить. Ребят, прошу прощения, моей ошибкой было ехать туда на БТР. То есть, я по своей неаккуратности сделал то, чего боялся. Это раздолбал свой же груз. И сейчас я взял другое задание по добыче сырья и пытаюсь его сделать на вертолете. Так, все. Так, вертолеты поддержки сейчас, да, придут? Так, где они? Ну-ка. О, они уже здесь? Ни хрена себе. Насука. Насука. Нифига вы рулите. Эй-эй-эй-эй. Ну, блин, слушайте, давайте я отличу немножко. Блин, сейчас меня подобьют. Это хреново, ребята. Вот на это я как раз не рассчитывал никогда. Давайте попробуем как-то, может, улететь побыстрее. Может, получится. Мы вроде тут у бункера уже. Фу, блин. О, дерьмо-то. Ребята, задание, конечно, влечет своей уникальностью. Потому что что тут только не было. Мне даже, кстати, на это задание дали один из этих техников. Так, быстрее, чувак. Главное, не сдохни. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Бункер, бункер. Фу. Фу, я успел. Я успел, ребята. Это здорово. Доставлено сырье. Я безмерно счастлив. Ну, стало побольше сырья. Но все равно вы видите то, что оно даже не запомнилось. Хорошо, как раз то, что нам нужно для... Ну, вы поняли меня, да? Ну, вот так вот, в принципе, оно и происходит. Сырья у меня пока хватает. Разработка идет. Потихонечку все делаем. Но, опять же, хочу сказать, что я это делаю исключительно для разработки всего вот этого вот нового вооружения. То есть, меня не интересуют вот эти вот торговли именно оружием, потому что я все равно ее считаю какой-то, ну, нерентабельной. То есть, намного проще и безопаснее, блин, пойти на ограбление куда-нибудь, на пасифик. Видите, мне предлагают, ребята, доставить товар. У меня товары вообще на 5 тысяч, ребята, вот честное слово. Но я хочу показать, понимаете, я хочу показать, как это все делается на примере вот этого вот Монстр Трага. Так что давайте я сейчас попробую что-то сделать здесь. Надеюсь, у меня получится. Ну, конечно, да, это довольно-таки смешная сумма, которую, я не знаю, я получаю просто за то, что захожу в игру. Но, тем не менее, ребята, игил первый мини-театр. У меня есть эта штуковина. Я ее когда-то себе покупал, помню. Давайте попробуем, попробуем доставить все. Посмотрим, как это вообще реализовано здесь. То есть, очень похоже, конечно, на то, что мы уже делали. То, что мы творили в организации своей. То есть, нового, что-то принципиально я не вижу. Единственное то, что дают оружие специальное, дают специальные тачки, чтобы доставлять товар. Так. Е, чтобы сбросить. Вот, коробочку мы оставили. Я вот не знаю, стоит мне с ними как-то бороться или нет. Потому что есть подозрение, что сейчас я вот этих взорву, и другие также полезут ко мне пытаться меня убить. Сейчас меня грохнут быстрее, да, чем я что-то сделал. О, нет, не грохнули. Нормально, да? Так, ну мне надо бы, конечно, броньку одеть, наверное. Пока не поздно. Ладно, поехали. Я вообще не ожидал, что я так быстро сейчас с ними разберусь. Мне казалось, что сейчас я сдохну быстрее, чем что-то сделал. Ну, вроде как мы справляемся. Справляемся. Надеюсь, эти вертолеты не после каждого сброса будут ко мне докапываться. Так, сбросили. Так, ну пока вроде не видно, что кто-то на меня там. Как не кстати-то все это. Исс какой-то. На, падла. Так, второй. На, сука. Э, норм, да? На, падла. Так, как мне теперь сюда забраться? Сядьте в транспорт. Как? Так, пришлось мне эту тачку перевернуть по-другому. Так, ладно, давайте доставим. Блин, опять летят. Да что, что будешь делать-то? Они, короче, постоянно летят. Никак отходы, никак от них не избавишься. Они вот вечно прям летят и все. Хе-хе-хе. Нехило так, да? Было бы за что, как говорится. Так, спрашиваю. У нас еще две точки. Так, где мои вертолеты? Они уж должны быть здесь быть. Или все больше не будет. Как-то даже не верится. Блин, одни проблемы, ребята. Одни проблемы, гребан. Казалось бы, чего я такого делаю-то? Сверхъестественного. Так, вертолетов вроде не видно. Я, кстати, еще давно заметил, что вроде как они появляются какое-то время. Но там не какое-то время, а их появляется штук 6-8. И все, больше их нет. То есть мы вот так вот и работаем. Вот. Вот, норм. Это просто пример для вас, ребят. Я не пытаюсь вам показать, как можно заработать здесь и так далее. Просто показываю, как это реализовано вообще. Так, все что ли? А, каргабоб сейчас. Надеюсь, мне еще и каргабоба не придется тут управлять. Хотя я могу, в принципе. О, нифига себе. Его увозят. Груз доставлен. Так, заплатил целую кучу денег за все, что можно только. И дали мне лотоцикл, чтобы я доехал. Как мило с вашей стороны. Я прям не знаю, что же с этим делать-то. Так, ладно. Ой, блин. Так, давайте посмотрим. Похоже, мы продали весь товар. Мало чего я здесь показал в этом видео, но надеюсь, что вы все равно поддержите меня своим лайком. Ну, подпишитесь на канал. Если есть какие-то идеи по тому, что сделать с тачками или с бункером, пишите, поснимаем без проблем. До новых встреч. Пока.